Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как построить правильно успешный бизнес. К одному из Рэби пришел его ученик. Он занимался бизнесом. У него была фабрика по изготовлению галош, которая одевает на туфли во время дождя. И он начал рассказывать Рэби, что галоши продаются, галоши не продаются, красные галоши, желтые галоши. Вся встреча ушла на галоши. В конце беседы Рэби ему сказал, ты знаешь, я видел туфли в галошах, но голову в галошах я встречаю первый раз. Наш праотец Яков в нашей недельной главе в ИЦ выходит в дорогу. Он идет создавать еврейский народ. Он становится очень богатым человеком. У него очень много скота, у него очень много денег, рабов. Но Яков знает, что все, что у него есть, это от Всевышнего. Он молится до того, как он идет в путь. И также, когда он ложится спать, он обкладывает свою голову камнями. Для чего? Для того, чтобы оберечь голову от диких животных. Но почему не руки и не ноги, а именно голову? Для того, чтобы его сознание, когда у него будут деньги, осталось с тем, кто ему дал это благословение со Всевышним, чтобы он не зазнался, чтобы только руки его и ноги занимались бизнесом, а его мысли были сдающим деньги и все остальное. Для этого он обкладывает свою голову камнями. Камень – это неживая природа, олицетворяющая принятие бремени бес. Я знаю, что все, что у меня есть, от тебя, Всевышний. Когда к Рэбби пришел один раввин, который занимался бизнесом, и сказал, Рэбби, я хочу оставить бизнес, чтобы у меня больше времени было на занятия другими людьми, помощь другим людям в их еврейском самосознании, Рэбби ему сказал не оставлять бизнес. Я объяснил это тем, что через свой бизнес ты можешь воздействовать на тех людей, на которых, как раввин, ты не смог бы воздействовать. Через твой бизнес очень много добра может спуститься в этот мир. Великий мудрец, рабе Иуда Анаси, очень уважал богатых людей. Не за их богатство, а за то, что Всевышний избрал их стать каналом добра, помощи и благословения другим людям, нашему миру. Все, что им дается, это только для одного. Чтобы они могли помочь другим людям. И это наше право выбора. Что мы делаем с нашим богатством. У каждого свое богатство. Это может быть духовное, материальное богатство. Но если мы понимаем, что мы только канал, чтобы в этот мир спустилось добро, благословение, улыбка, помощь другому человеку, да, наша голова может быть в калошах. Но в тот момент, когда мы понимаем, от кого все идет, в тот момент, когда мы отделяем 10 или 20% от своего заработка и помогаем другим, мы становимся партнером Всевышнего и каналом добра в этом материальном мире. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...